Экстрабау, вы смотрите канал Дай5 и с вами Ликейн. С детства мы слышали множество страшных историй, пока мы росли, градус скепсиса рос вместе с нами, и сейчас большинство из нас не верят в страшилки. Что если я скажу вам, что скепсис не всегда имеет смысл? Сегодня я расскажу вам про 10 страшных историй, которые оказались правдой. О, факт. В Нью-Джерси была легенда про корову-призрака. Жители Грекстауна заявляли, что она появляется только в туманные дни, а после быстро исчезает. Полиция отметала все сообщения о корове-призраке, потому что последние десятилетия рядом с городом не было ни одной действующей молочной фермы. И никто не сообщал местным властям о пропаже скота. В 2002 году был найден старый больной артритом бык, который точно подходил под описание коровы-призрака. Застрял он во враге, из которого не мог выбраться. Ветеринарами было принято решение его усыпить. Бык, скорее всего, сбежал с молочной фермы много лет назад, жил в лесах на протяжении десятилетий и избегал любых контактов с людьми. В Польше в 60-х и 70-х годах была городская легенда о том, что вампиры в черных лимузинах похищали людей, отдавая предпочтение маленьким детям. Родители рассказывали эту историю своим детям, а те своим друзьям. В итоге выяснилось интересное положение дела о том, что этот слух распустила польская полиция, которая пользовалась черными машинами, чтобы похищать людей. Их целью было, чтобы никто не верил людям, рассказывающим о похищениях и черных машинах. На некоторых базах отдыха в Америке периодически пропадали всякие мелочи. Люди приписывали пропажи какому-то загадочному мужчине. Выяснилось, что он был настоящим, и это был некий Кристофер Найт. Он прожил в лесу целых 27 лет. Кристофер заявлял, что за эти годы лишь один раз имел контакт с другими людьми. Также за все эти годы Найт совершил более тысячи краж и ограблений с целью пропитания и создания комфортных условий для проживания в лесу. 4 апреля 2013-го его поймала полиция. В итоге Найту были предъявлены обвинения в кражах и других преступлениях, совершенных в течение 27 лет. Он был приговорен к 7 месяцам лишения свободы и крупному денежному штрафу. ЦРУ экспериментировала с наркотиками, пытаясь управлять человеческим разумом. В эту историю долго никто не верил, но потом начали всплывать документы, которые подтверждали эту легенду. Вот один из фрагментов. Одного из детей множество раз снимали во время сексуальных актов с высокопоставленными государственными чиновниками в ходе схемы, придуманной Кэмероном и другими исследователями МК Ультра, чтобы шантажировать этих чиновников ради финансирования эксперимента. Следовательно, это были не просто эксперименты, в которых власти давали наркотики ничего не подозревающим людям. Большая часть документов была уничтожена, но если сохранился выше приведенный фрагмент, просто представьте, что было в остальных. Ливерпульских детей с детства учат опасаться фиолетового Аки. Местные знают о нем и боятся его уже на протяжении трех десятилетий. Он любит щупать мышцы мальчиков и заставляет их приседать. А еще он абсолютно реальный, его зовут Акинвейл Арабьеке. Суд даже запретил ему трогать других людей. Я надеюсь, что тебя изнасилуют фиолетовые Аки, очень часто использующиеся оскорбления в Ливерпуле. В районе Торонто, известном как Гей Вилледж, дословно гей-поселок, пропадали геи. Жители были уверены, что там действовал серийный убийца, но полиция это отрицала и говорила, что убийства и исчезновения не связаны между собой. Выяснилось, что жители были правы. В этом районе проживал мужчина по имени Брюс МакАртур, который убивал геев, расчленял их и закапывал во дворах домов, в которых он работал садовником. Его целью были мужчины, которые не были открытыми геями и никак не взаимодействовали с гей-сообществом. Он убил 8 человек за 7 лет. 7 из них были мигрантами и беженцами из стран типа Шри-Ланки, Афганистана и Ирана. У них были проблемы с наркотиками, не было семей в Канаде. Некоторые вели двойную жизнь, а их друзья не знали, что они геи. В конце своей карьеры серийного убийцы этот мужчина убил открытого гея-канадца, у которого были друзья, семья и почему-то убийцу быстро поймали. Животные в канализационных сетях это самая популярная тема жутких городских легенд. Например, все мы слышали историю о маленьких аллигаторах, которые через унитазы попадают в каналы с отходами и через некоторое время превращаются во взрослых особей, вырастая до невероятных размеров. Обнаружение грызуна в унитазе в нескольких сантиметрах от очень уязвимых мест вашего тела вполне реальная угроза. Диаметр водосточных труб в туалетах, как правило, составляет около 8 сантиметров и иногда даже больше. В них запросто может поместиться крыса. Этих грызунов привлекают канализационные сети из-за непереваренной пищи, содержащейся в фекалиях. Поэтому они могут путешествовать по трубам и внезапно появиться в вашем туалете. Между прочим, крысы могут быть очень злыми, когда им удастся выбраться наружу. Так, в 1999 году жительница Питерсберга пострадала от укуса грызуна, когда ходила в туалет. А в Сиэтле эта проблема настолько распространена, что власти раздают советы о том, что делать в случае, если вы столкнетесь с крысой в своем туалете. Распространенная американская страшилка звучит так. Пара проводит ночь в отеле, однако покоих тревожит чудовищная вонь, стоящая в номере. Молодые люди вызывают персонал, чтобы пожаловаться, и в какой-то момент кто-то понимает, что запах исходит от кровати. Служащий отеля снимает матрас и выясняется, что чета все это время спала на разлагающемся трупе девушки. Стоит отметить, что данная история повторялась много раз в разных городах и штатах. В Лас-Вегасе, Канзасе, Атлантик-Сити, Флориде, Калифорнии и других городах по всей Америке. В принципе, такое положение дел вполне логично. Люди прячут многие секреты под кроватью, в том числе и трупы. Самое ужасное в таких историях, что люди, прежде чем заявить, пробуют уснуть над трупом. В 80-е годы на просторах Антарио ходила страшная история о том, что в лесу живут монстры, которые ловят детей, а дети, в свою очередь, не возвращаются домой. Возникновение такой легенды связано с тем, что в те годы в Антарио пропадало много детей. В итоге оказалось, что в лесах прятался Рохте Тероуте. Он был лидером культа The End Hill Kids, и пропажа детей была связана с их деяниями. В период с 1977 по 1984 год они лишили жизни 26 детей. Скорее всего, родители вас пугали в детстве тем, что преступником может оказаться даже милиционер. Хотя такого рода махинации в жизни происходят не так часто, но есть много задокументированных случаев, когда нападавшие представлялись сотрудниками полиции. Так, в Блумингтоне мужчина воспользовался проблесковыми маячками, чтобы остановить автомобиль. Он попытался напасть на водителя, но безуспешно. Тому удалось отразить атаку и уехать. В Фейтвилле мужчина переоделся в форму полицейского и остановил подростка на велосипеде, заставив его опустошить карманы. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Ликей. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки и пишите комментарии. А также предлагаю посмотреть другие выпуски с нашего канала. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...